Доброе время суток, дорогие друзья! Очень много было вопросов, и поэтому сегодня я вам поведаю о трех видах управления в уже готовящейся к выходу в Россию игре Revelation, которая пока явила себя свету на родине в Китае. При первом заходе в игру у вас появится картинка с тремя видами управления. Можно опробовать их все, поменяв в любой момент. Итак, первый способ. Представляет собой васт с активным курсором, где кнопка ТАП – это следующая цель. Подобное вы могли уже видеть в Айон и Вов. Этот вид особенно будет удобен для игроков, играющих за РДД и хилов. К цели можно стоять хоть филейной частью. Персонаж все равно будет атаковать. Второй способ. В нем передвижение осуществляется мышью. Васт работает, но делает это номинально. Курсор всегда активен. ТАП – это также следующая цель. Данный вид очень похож на управление в Ланэйдж 2. Здесь тоже не требуется стать целью лицом, но отходить придется с помощью мыши. Васт во время боя неудобен. И третий способ. Это ноу-таргет, но липкий. Левая и правая кнопки мыши – это скиллы. Курсор вызывается через Альт. А ТАП – это фиксация на цели. Данный способ, возможно, кому-то из воинов дальних и даже ближних атак покажется самым удобным. Но не ждите от него абсолютного ноу-таргет, как в ТЕРе. Это скорее БДО или Скайфордж. В чем-то даже упрощенный. В той же БДО, к примеру, функция закрепления на цели отсутствует. Если же вы играете без фиксации, то даже при повороте на 90 градусов от цели вы уже не будете по ней попадать. А закрепившись, вновь можно наносить урон хоть с той спиной. В итоге мы наблюдаем полную демократию в данном вопросе. Но приживется ли такая система? Способов станет самым популярным, как вы считаете? Честно ли это все? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы снимем для вас еще больше обзоров. Большое спасибо за внимание!